Здравствуйте, дорогие телезрители канала ОСТВЕСТ! В эфире программа «Страна и люди». Меня зовут Мария Волкова и теперь программу буду вести я из Бавалии. Сегодня мы поговорим о российских немцах, а точнее о поздних переселенцах, которые имея на руках все необходимые документы, так и не могут получить этот статус и вынуждены оставаться в Германии беженцами. Переводчик ему говорит, а вы знаете, что она немка. Она приехала в Германию по вызову, но ей пришлось пойти в беженки. Этот мужчина встал, пожил мне руку, извинился передо мной. Он сказал, что извините, пожалуйста, мне очень стыдно за Германию, что у нас такое происходит в стране. Некогда лечащий врач здесь, в Калининграде, химатолог, она мне сама сказала, если у тебя есть возможность уехать в Германию, выезжай. Потому что если уедешь туда, заживешь до пенсии. Если останешься здесь, в лучшем случае лет десять поживешь. Многие считают, что сейчас у поздних переселенцев нет никаких проблем, что после закона 2017 года любой желающий, ну как любой желающий, у которых есть документальное подтверждение немецкой национальности и знание языка, может беспрепятственно уехать. А на деле получается, что это не так. Программа по поздним переселенцам или Шпетаус-Зитлер действует в Германии с 1993 года, то есть чуть менее 30 лет. И как часто можно услышать среди самих поздних переселенцев, все, кто хотел переехать, давно переехали. Но так ли это? Если вы посмотрите на статистику федерального административного ведомства, то увидите, что в прошлом году на статус позднего переселенца было подано 21 тысяча заявок. Как правило, за каждой стоит семья из двух-трех человек, то есть это около 60 тысяч. Но в распределительный лагерь Фридланд приехали всего 4 тысячи человек, все остальные получили отказ. С одной стороны, получить статус позднего переселенца довольно просто. Необходимо доказать свою немецкую принадлежность. То, что родные были депортированы, репрессированы, были в трудармии или состояли на учете в комендатуре, а так или иначе это касается всех поздних переселенцев из Казахстана и Сибири, потому что именно туда они были депортированы в основном из Поволжья, а также сдать тест на знание немецкого языка. Причем до 2014 года сдавать этот тест можно было всего один раз, а его несдача автоматически и навсегда лишала вас права на статус позднего переселенца. Тогда же нужно было доказать и знание диалекта. Например, иногда на собеседовании могли попросить прочитать молитву или спеть песню. Но с 2014 года сдавать тест уже можно сколько угодно раз, а знание диалекта подтверждать не обязательно, но, как известно, дьявол кроется в деталях. И сегодня вы увидите четыре истории поздних переселенцев, у которых родные, родители, братья и сестры уже давно живут в Германии, получили немецкое гражданство и статус позднего переселенца, а они до сих пор не могут это сделать и вынуждены оставаться в Германии как беженцы или вообще не могут сюда переехать. Приехала я с детьми 26 августа 2014 года. Мы выполнили все предпосылки, сдали тест, я получила седьмой параграф. И получилось так, что на момент нашего приезда у меня дедушка неожиданно скончался. За шесть дней, буквально, вот мы прилетели 26 августа во Фридман, а он умер в 20-м. Я пришла на следующий термин, у меня был лаборатор уже, фрау Драус. Вот. И она сразу же мне сказала, что я должна покинуть Германию. В общем, со мной разговаривали в таком тоне, как будто я не могла понять, какое преступление я совершила. В общем, для меня это было, во-первых, оскорбительный тон, во-вторых, мне не дали никакого шанса вообще. Мне сказали, что ты теперь даже в отпуск в Германию не приедешь, как будто я там преступница великая. Вот 20 ноября у меня виза заканчивается. Он сказал, вот в этот день ты, пожалуйста, Виктория, уезжай в лагерь для беженцев и говори, что ты хочешь, отдавай свой паспорт, да, и говори, что ты хочешь поставить заявление как Азюль Андрак. Я была с двумя детьми, да, старше 18 лет, младше было 9. И мы ночевали первую ночь в палатке, и я очень боялась за свою старшую дочь. Нас положили в палатку с мужиками, хотя я просто была в шоковом состоянии, понимаете, я не могла адекватно оценивать ситуацию в тот момент. Я доверяла охранникам, которые там. Я думала, что это так положено, если нас поставили в эту палатку с этими мужиками, значит, другой возможности нету, и так положено. И вообще я не думала, что кто-то нас посмеет тронуть с детьми. Я боялась за свою старшую дочь, что, не дай бог, там что-то с ней будет ночью. И положила ее впереди себя, сама легла, и потом младшую дочь. Я думала, что, ну, кто позарится на 9-летнего ребенка, получилось так, что утром младшая дочь ко мне подошла, говорит, мама, там дяденька вот со мной рядом спал, он меня трогал. Она дождалась, когда мама начнет там шевелиться, да, в 7 часов утра. Я в шоке. Звоню своему адвокату, он звонит туда на охрану. Они говорят, что я это все придумала, чтобы нам дали комнату представлять. И приехал криминаль, полицай. Они завели нас в комнату и, значит, ну, стали разговаривать с нами. И мужчина был уже в возрасте, пожилой. И эта женщина, переводчик ему говорит, а вы знаете, что она немка? Она приехала в Германию по вызову, да? Но ей пришлось пойти в беженки. Этот мужчина встал, пожил мне руку, извинился передо мной. Он сказал, что извините, пожалуйста, мне очень стыдно за Германию, что у нас такое происходит в стране. Вот. Все это время мы не переставали бороться за наше право остаться в Германии. Мы судили с БВА. Первый суд был в Кельне у нас в 2015 году. 15 минут. Я поняла, что не только я одна сужусь с БВА. И даже те люди, которые выигрывают суды, БВА все равно эти выигрышные решения позитивные оспаривают до тех пор, пока человек не проигрывает. У меня не было шансов. Не было. Мы вышли с собачкой документов. И у меня просто началась истерика. Я просто... Никогда у меня такого в жизни не было. Я просто начала не плакать, а кричать. Я там орала на весь домик. Выкинула все эти документы. Там моя подруга ползала. У меня в ногах их подбирала. Виктория, успокойся, успокойся. Это трагедия людей, когда люди по 20 с лишним лет, во-первых, судятся с БВА, имея на руках документы своих предков, имея записи в паспорте, что они немцы, имея большую часть семьи в Германии, когда у них умирают родители, они не могут с ними встретиться, когда они не могут, допустим, куда-то поехать в Европу учиться, потому что если они покинут страну пребывания, то они уже теряют статус. Получается, наши предки страдали там за свою национальность, и теперь мы еще здесь доказываем и получаем вот такие, я не побоюсь этого слова, это плевок в лицо. То, что делается, поступают как с нами, это нам плюют в лицо, нам и нашим предкам. Вот Германия проиграла войну. Все солдаты, все, кто воевал на стороне Германии, они пришли к себе домой, вернулись в Германию, в свою страну, а мы все остались там, в Советском Союзе. И мы вот это вот, наши предки, вот эти тумаки, все получали. У меня дед 18 лет встретил в тюрьме, а я, приехав в Германию, стала беженкой, его внучка. Одна из самых частых причин в отказе выдачи из-за позднего переселенца, то, что заявитель покинул место высылки. К место высылки немцы относят все страны бывшего Советского Союза. То есть, например, если вы российская немка, но ушли замуж за итальянцы, переехали в Италию, временно работали по контракту в Дубае или учились в Париже, потом вернулись в Казахстан или Россию, и через какое-то время решили подать на статус позднего переселенца, то его вы не получите никогда. Даже если причина вашей временной эмиграции была очень веской по медицинским показаниям, как это было у нашей следующей героини, Олеси Берих. Я немка с двух сторон. У меня и мама немка, и отец немец. Мама Юстус у меня, отец наполовину немец, наполовину русский. У бабушки, получается, пенер. Моя бабушка, значит, она воспитывалась в детском доме, потому что в семилетней, когда началась война, в возрасте семи лет она попала в детский дом. И, как позже потом выяснилось, архив сгорел во время войны, и доказать, что она была немка, ну, просто нереально было. Мои родители подали документы в 96-м году. В 97-м году пришел нам вызов на шпрактест. Мама поехала, сдала тест, и все, все вроде как, все ответило, все как положено, да. А потом было затишье до 2002 года. А потом в 2002 году пришел нам отказ. Это было такое разочарование, это такая пустота была. Но вот представьте, мы подали документы, мне было 10 лет. И вся моя семья, да, уехали буквально там года, ну, сколько, 2-3 назад, да. Это уехали, получается, вот бабушка уехала, уехала тетя с ребенком, да, мы с ним, как бы, росли с самого рождения, да, вместе, вот брат мой, двоюродный. И я вот, я прям желаю этим, что мы уедем тоже туда, что мы будем рядом с ними жить. И вот я каждый, вот представьте просто, да, вот школьник ребенок, каждый день идешь на школу и заглядываешь в почтовый ящик. А вдруг, а вдруг письмо там, а вдруг нам уже вызов, а вдруг, а вдруг, и ты вот в этом постоянном ожидании живешь, да, вот, и вот постоянно ты ждешь. Тем более, я говорю, у нас были такие моменты, что, то есть, сестрой-то такое, ну, как бы, тяжелое заболевание было, что отправляли все документы, что у нее инвалидность, что вот, ну, пожалуйста, как-то ускорьте все это, чтобы, ну, как бы, что не получается в Казахстане все это вылечить, потому что, ну, нет таких возможностей просто-напросто. Ну, ничего не помогло. В 2010 году я забеременела, у меня на раннем сроке случился вот аппендицит, и у меня начались проблемы с беременностью. У меня сначала была угроза выкидыша, потом 5-6 месяц угроза преждевременных родов. И вот наши знакомые жили на тот момент уже в Бельгии, они нам посоветовали, как по медицинской, как бы, причине приехать именно в Бельгию. Через 3 года, через 3,5 года, получается, мы вернулись назад в Россию, и мы подали с мамой на воссоединение. Ну, у нас, в принципе, даже не было там каких-то сомнений, что у нас могут быть какие-то проблемы, да, что нам может быть отказ, потому что документов в Бельгии мы не получили, никакого статуса, ни статуса беженства, ни вида на жительство мы не получали, ничего. Мы, как бы, приехали по болезни, у нас стало все хорошо, нам, как бы, ну, как сказать, дали нам отказ, мы вернулись добровольно, скажем, тогда назад. И вот мы подали, как бы, этот, и нам пришел отказ на то, они ссылались на то, что, вот я даже записала себе, что я и мои несовершеннолетние дети не остались в зоне переселения. Законы сделаны так, что, ну, они до сих пор работают по старым взглядам, да, мы уже давным-давно не, как сказать, не под репрессией, да, находимся. Это наша, там, вот, бабушка у меня под репрессией была, допустим, да, что не имела права никуда не переезжать сама, ничего, да. Сейчас уже другое поколение, другой век абсолютно. А законы до сих пор, вот, по старым законам, они рассматривают нас сейчас. В конце концов, я уже, я просто устала, да, бороться, скажем так, вот, все это ждать, опять же, это столько, это столько лет, столько времени, да, моего. И теперь уже, понимаете, теперь уже у меня Давиду в этом году 10 лет. То есть он буквально в том же возрасте, да, как когда-то я была. И вот я вот это ждала постоянно. И вот это столько лет, я думаю, нет, я так не буду ждать, я больше не могу. И я просто собрала детей, и мы приехали тоже как беженцы сюда. В 19-м году это было, в ноябре. И, ну, все, конечно, там удивились, сказали, как так, почему немцы как беженцы. Я говорю, а как говорю, по документам я немка. Мы приехали, приехали, сначала к маме приехали, она живет недалеко от города Шпайра. Потом буквально через два дня мы собрались с духом, так сказать, и поехали в Шпайр. И приехали туда и сказали, вот так, так, мы немцы, и мы просим убежище. Они, конечно, ну, они нам дали сначала комнату, все, и буквально там через месяц, по-моему, у меня было интервью. И они были в шоке просто. Пришел сам начальник, и он, как так, не может быть, чтобы, типа, немка, и просила политического убежища. Я говорю, ну, а как? А как, говорю, я уже как только не пробовала обращаться, я уже как только не доказывала. Я говорю, я им показала свою, как она называется, родословную, да, скажем так. Вот она у меня, начиная с 1728 года, у меня документы на родственниках есть. То есть это семья Хардер, и вот она у меня вся вот прослеживается, кто чей сын, кто чей внук, кто чья жена и так далее. Я говорю, как мне еще доказывать, так, ну, честно сказала, да, я немка, у меня больше нету сил бороться, у меня больше нету никаких вот, я больше не знаю, что мне еще предоставить, да, какие документы, чтобы вы приняли меня как немку. Тогда примите меня как беженку, чем я говорю хуже, афганистанцев или пакистанцев. И буквально через месяц, в январе, нам уже дали негатив, и дали, причем такой жесткий негатив, что в течение недели мы должны были покинуть Германию. На данный момент у меня статус непонятный пока еще. В прошлом году, получается, осенью мы подали Хертефаль комиссион, и если вот сейчас уже как бы так будет, что все-таки там не решится никак, нас депортируют, то я уже никогда сюда не поеду. Это все вот сейчас. Если сейчас нет, значит нет. Действительно, закон о поздних переселенцах базируется на довольно старой редакции закона 1953 года о делах перемещенных лиц и беженцев. И касается всех немцев, которые во время и после Второй мировой войны пострадали из-за своей национальности. Я отмечу, что немцы живут во многих странах мира. Большие колонии располагаются, например, в Латинской Америке, но претендовать на гражданство они не могут. Такую привилегию дали только российским немцам. Именно за то, какую цену им пришлось заплатить за свою национальность в Советском Союзе. Они прошли через депортации, лагеря и трудармию вплоть до 70-х годов. Они должны были состоять на учете в МВД. Для них были закрыты пути на руководящие должности. Они не могли поступать в некоторые вузы и даже участвовать в региональных олимпиадах. Только в 1993 году правительство Гельмута Коля примет закон, который разрешит им вернуться на историческую родину. Хотя еще первый канцлер ФРГ Конрад Аденаур лично обращался к Сталину с просьбой вернуть в Германию всех немцев. В основном тогда речь шла о военнопленных, но поднимался вопрос и о бывших волжских колонистах. В 1955 году Аденаур лично прилетает на переговоры в Москву к Никите Хрущеву для установления депотношений между Советским Союзом и Западной Германией. На переговорах ему удается договориться о возврате 10 тысяч военнопленных, которые на тот момент находились в лагерях. Солдат Аденаура, как их стали называть позже, встречали в нижнесаксонском городке Фридланд, на самой границе с ГДР. Да, в том самом Фридланде, который позже стал центральным распределительным лагерем поздних переселенцев. Но не всем военнопленным удалось вернуться назад в Германию. Деда нашего следующего героя, Вячеслава Гирша, сослали на Колыму, в Магадан. Там он отбывал срок на прийске Гастелло, и там, в Магадане, родился наш следующий герой. Дедушка у меня после войны был сослан в Магадан, потому что после того, когда он в 43-м году, его перевезли уже в Германию, со всей семьей они переехали в Германию со своими братьями, сестрами, мать, отец. В 43-м он прошел учебку в Берлине, в Вермахте, и его отправили, он проходил службу в Италии. В Италии как раз, и там они попали под высадку американцев, когда шли американцы. Попав под высадку американцев, он попал в плен к американцам. У него была контузия, и он контужен, и попал в плен. И он находился все это время в американском лагере, где-то, когда его содержали. Но уже после окончания войны, по соглашению между союзниками, американцы всех военно-пленных, рожденных на территории Советского Союза, выдавали, возвращали Советскому Союзу. Ну и в том числе так выдали и дедушку. Прадед мой, его не выдали, его не выдали Советскому Союзу. Он так и остался в Германии. То есть всю его семью, включая жену и всех 11 детей, их всех вернули в Советский Союз. Прадед остался в Германии. И вот он, вплоть до своей смерти, пытался их как-то, чтобы забрать сюда через Красный Крест, все это делалось. Но, как говорится, у него ничего не получилось, и в 64-м году он от инфаркта умирал. Мама начала этим заниматься, и, опять же, выяснялось так, как у нас дедушка еще в 43-м году, когда подлежал призову, когда переехал, всю семью его перевезли в Германию, уже являлся гражданином Германии. То есть фактически мама, получается, была дочкой гражданина Германии. И ей сказали, что, несмотря на все это, вы имеете право получить унаследованное гражданство. Это мы уже в тот момент проживали в Калининграде. И наши родственники по линии дедушки, которые были тогда в Германии, поставили антракт на унаследованное гражданство всей семьи, то есть меня, мамы и брата. И спустя где-то два года пришел ответ, что да, и маме, и брату подтверждают гражданство, а мне, получается, отказ. Аргументировали это тем, что, согласно немецкому гражданству, я не могу претендовать на национальность немец, так как по немецкому закону, который действовал до 1 января 75-го года, национальность до 71-го на 75-го шла только по отцу, а отец у меня по национальности украинец. И, соответственно, мне сказали, что я не могу быть немцем. А так как, допустим, брат у меня 78-го года рождения, ну, согласно опять же этим законам, он, получается, может быть немцем. То есть, ну, вот у нас с братом, ну, у нас одна мама, один папа, но вот так и получается, что брат может, я не могу. Я родился в 74-м, я родился 14-го ноября, и у нас даже адвокат пытался этим апеллировать тем, что я родился 7-месячным, у нас получилось такой, ну, мы жили, как говорится, в Магадан, зима холодная, много льда, мама вышла на улицу, даже уже не помню, кто зачем и для чего, она упала, она поскользнулась на льду, она упала и очень, у нее произошло, она ударилась животом, и у нее начались преждевременные роды. Вот так вот получилось, что, ну, я вот, я, по идее, должен был родиться в январе 75-го. Тогда, если бы все произошло, как было, ну, я бы уже тоже вместе с братом и с мамой, наверное, уже 11 лет бы жил в Германии, и все. Мне когда лечащий врач здесь, в Калининграде, кематолог, она мне сама сказала, если у тебя есть возможность уехать в Германию, уезжай, потому что, если уедешь туда, доживешь до пенсии, если останешься здесь, в лучшем случае лет 10 поживешь. Если я говорю, в Афенбург, где мы жили, да, на 60 тысяч населения, 5 гематологов, ну, как мне доктор сказал, что в Германии, в Германии по количеству врачей должен быть один гематолог на каждые 10 тысяч населения. Это законно предусмотрено. А то у нас, получается, Калининградская область, она сейчас уже, ну, больше миллиона, у нас на всю Калининградскую область таких врачей, которые в государственной клинике принимают, их 3 человека. Запись, я последний раз пытался записаться просто на прием гематологу, ну, запись где-то месяцев на 7-8 вперед. Не вовремя умер родственник, проживал в Европе из-за болезни, записан в паспорте как русский или просто родился после 1993 года. Такие люди сами не могут подавать на статус поздних переселенцев. В законе есть слишком много «но», которые в итоге и позволяют отказывать во въезде тысячам российских немцев. Те, кому не удалось получить статус поздних переселенцев, объединились в инициативную группу «За справедливость», так она называется. У них есть группа WhatsApp, вне более 200 человек и разных историй. Все они выступают именно за изменение закона о поздних переселенцах. У инициативной группы 5 основных требований или предложений, что нужно изменить в законе, чтобы все герои нашей программы могли получить статус поздних переселенцев, как их родители, братья и сестры, а не становиться беженцами. И один из пунктов, про который мы вам еще не рассказывали и который предлагают в группе, это чтобы дети и внуки поздних переселенцев сами могли подавать заявление и сдавать языковой тест, даже если до этого этот тест не сдали их родители, бабушки или дедушки и по ряду причин не могут этого сделать сейчас. Тогда бы наша следующая героиня жила сейчас бы в Бремене, а не в Челябинских, как она нам сказала. Первый раз отказали моему отцу в 2006 году. На тот момент мне уже было 18 лет, но когда подавали антракт, еще было 17. Я не знаю, по какой причине, но меня почему-то тоже сделали заявителем в этом антраге. И мне был выписан также отказ. Папа не сдал шпрахтест, ему отказали. И, соответственно, так как он не подтвердил свою немецкую национальность тем, что он не знает язык, мне тоже выписали личный отказ. То есть если бы сейчас он был жив, он бы мог пойти пересдать язык, и мы бы все беспрепятственно уехали. А так как вот он умер, то все. Мы ничего не можем с этим поделать. И когда нам отказали, это просто вот рухнуло у нас, мир рухнул. Мы даже, вы знаете, что-то домой не покупали, ремонт там, вот все вот. Зачем нам покупать? Мы же уедем. Зачем вот мы будем делать ремонт? Не надо нам. Многие считают, что сейчас у поздних переселенцев нет никаких проблем, что после закона 2017 года любой желающий, ну как любой желающий, у которого есть документальное подтверждение немецкой национальности и знания языка, может беспрепятственно уехать. А на деле получается, что это не так. В этом году исполняется 80 лет со дня депортации российских немцев. Это одна из самых страшных страниц в их истории, когда за два месяца в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию было депортировано около полумиллиона человек. Спустя столько лет их дети и внуки, которые так и не смогли вернуться на историческую родину, очень надеются, что немецкое правительство их все-таки услышит. Хотя бы в этот юбилейный год. Это была программа «Страна иллюзий» и я, ее ведущая Мария Волкова. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова